привет всем ну как я вам и обещал самое интересное к концу сезона переход испания южная испания канарские острова карибы доминиканская республика яхта 16 метров 24 тонны водоизмещения кетч корпус ферроцемент 80-х годов ее вы можете увидеть как на фотографиях так и в коротком видео которое мне прислал сюда владелец для того чтобы познакомить меня лучше с ней а также познакомить тех участников кто примет решение составить нам компанию на этот переход наша компания здесь у нас 6-7 человек обычно сидит нормально локтями не бьются так пульт управления доделан подвахтенное место там пока стоит сварочный там достелем кровать и то есть туда чтобы ноги здесь вообще в принципе может много чего сместиться просто на открытое место могут для тех кто не стесняется может здесь спать потому что в корме всегда самые лучшие места я всегда там в любом случае у нас есть небольшой холодильник для скоропорта с морозилочкой примерно вот такой камбус газ электричество питьевая пресная соленая вода запас пресной воды у нас 5 баков по 130 литров здесь внизу нас двигатель расположен дальше туалет как обычно здесь склад пока к химии для ремонта вот может здесь принимать душ я доделал умывальник туалет душ или электрический туалет я переделал на электрику дальше здесь такое место достаточно очень широкая кровать здесь есть чтобы она не падает с кровати такая штука натягивается это опускается по меркам по российским это односпальное место не полу только но и не меньше чем односпальный в принципе ну дальше здесь кондей стоит я его уберу для него есть место он будет смонтирован чтобы и вообще не было видно люк в этой каюте не существует в туалете тоже еще одна боковая каюта она открытая здесь у нас обитает дети здесь очень большие места не знаю здесь допустим даже можно вдвоем спать наверху не тоже в принципе вдвоем нет уже потому что там был вещевый отсек нам продлели матрасом и получилось очень широкое место можно звездой спать библиотека небольшая здесь тоже есть лючок для вентиляции в коридоре переходим к носовой каюте носовая каюта средних размеров скажем так вот в теории даже если здесь сделать полочку можно могут дети какие-то спать чьи-то то есть спальных мест очень много здесь вдвоем запросто вдвоем запросто вдвоем запросто вдвоем конечно вот многие там штабелями ну нет вдвоем запросто и очень комфортно освещение плечок ничего выдающегося ну и не самый плохой вариант как обычно иногда я вижу здесь техническое помещение не принципиально там запасные всякие швала висят так имеется щит тэнк говорится на 130 литров то есть если не достоять то можно будет ходить в туалет и купаться например нормально одновременно не без проблем на ночью можно будет очищать то есть на купающихся на голову срать никто не будет восемь аккумуляторов на сеть и на один аккумуляторный двигатель это ходовые всякие огни компас радио саундеры глубиномер внутренний свет и вода автопилот к сожалению пока с автопилотом не могу разобраться таким образом выглядит с парусом у нас беда мы короче поднимали его и порвали лазиджек надо было починить сегодняшнюю буквально сегодняшнюю буквально у нас электрическая лебедка вот эта половина белая потому что на передней части к сожалению подгнил и ремонтировать его очень затратные проблемы я решил его загинептизировать от гелькоутом сверху потом положим новую скотика просто где-нибудь там в тунисе или на антигуа в панаме где-нибудь спасательный плод надо будет чтобы сельги посмотрели как с ним вообще дела обстоят чехол от паруса лежать починил вот здесь подсолнечными панелями вот вот это все укачивать то всегда есть место для тех у кого то чтобы поливать забор вот мы сушим для ремонта парусное выражение у нас есть геново есть по-французски он тринкет называется по нашему стактиль есть грудь качество полоски потому что предыдущий хозяин сказал что это лишний огромный гордость и используется мало очень прочная очень хорошая хрустящая тянь в принципе вот такая ситуация вот панели на кран для деньги поэтому должно быть вполне комфортно маршрут южная испания канарские острова первая часть канарские острова карибы вторая часть первая и вторая части этапа примерно 4-5 недель лучше считать пять недель все вместе два с половиной месяца 4000 миль выход конец октября ноябрь ориентировочно все будет зависеть от того как скоро мы наберем участников мы ищем 3-4 человека как быстро я получу визу или свой канадский паспорт судовладелец я расскажу обязательно о нем и его семье отдельно они требуют отдельного рассказа после того как я познакомлюсь с ними лично но пока то что я о них знаю не достойно скажем восхищение но глубочайшего уважения от того что они делают сейчас вам это понравится потому что я в восторге от того что они сейчас делают на яхту вы посмотрели надеюсь вам это достаточно мне вполне достаточно этой информации от судовладельца маршрут южная испания я думаю что об этой стране многие из вас знают некоторые из вас может быть знают больше чем я где бы ты ни был южная центральная или северная испания там всегда есть на что посмотреть у вас будет несколько дней как и у меня для того чтобы мы познакомились с этой страной в том регионе откуда мы будем уходить с южной части испании канарские острова семь островов в наших планах посетить все семь островов потому первая часть у нас получается 4-5 недель пару недель переход две недели на посещение этих островов если мы уложимся потому что лучше три недели потому что переход переходы между ними возьмут время и хотя бы по два дня стоянки на каждом из островов это уже две недели острова канарского архипелага пара слов буквально это Тенерифе Гранд Канария Лансарате Ла Пальма Форт Авентура Лагомера и Эль Иеру каждый остров со своим лицом со своей историей со своими достопримечательностями Форт Авентура если вы помните только один этот остров имеет 12 климатических зон каждый остров имеет свои замки парки пляжи как с черным так и с белым песком и эти острова вы тоже это знаете безусловно нисколько не сомневаюсь называют островами вечной весны потому что зимой температура не опускается ниже 20 градусов летом не поднимаешься выше 27 градусов то есть весь год 20-27 температура в районе 20-22 градусов в наших планах посетить все семь островов и я сделаю максимум для того чтобы у нас это получилось в процессе наших переходов кто замахнется на весь этап два с половиной месяца четыре тысячи миль Испания Канары Доминиканская республика кто-то может быть возьмет уже есть и желающие взять поэтапно первый или второй этап Доминиканская республика одна из многочисленных карибских стран вечное лето вода 24-26 градусов сейчас когда мы придем может быть будет 22-23 градуса зимой я был в ней в этой стране в прошлом году несколько фотографий можете посмотреть и я о ней немного рассказывал кажется в своих предыдущих видео когда я был в Доминикане в прошлом году в процессе наших переходов первого и второго я планирую желающих обучать что я планирую дать начнем с самого простого с самого начала терминология устройство яхты парусное вооружение на примере этого кетча постановка парусов подготовка лодки после штормового предупреждения заход в марину выход из марины если будет постановка на якорь постановка снятия с якоря простую погоду ветреную погоду то есть все что будет сопутствовать нашему плаванию мы это с вами все обсудим кроме того теория навигация лоция метеорология картография морское дело морское дело обязательно пройдемся по всем правилам МППСС мы не должны их помнить все но я вам сделаю акцент на те правила которые стоит хотя бы о них знать для того чтобы не попасть в просаг если кто-то из вас из участников захочет добавить к списку то чем я буду с вами делиться еще что-нибудь я с удовольствием это сделаю и сделаю вы поможете мне потому что я допускаю что некоторые из вас или многие из вас кто будет участвовать в нашем переходе может быть имеют знаний по какой-либо теме больше чем имею их я потому мы будем с вами делиться нисколько не сомневаюсь кто-то из вас будет ближе знаком и лучше обращается с электроникой как вы видели в одном из последних моих видео седьмой день перехода Бермуды Халифакс у меня пропал пропал сигнал с антенны GPS на чарплотер и потерялось электроснабжение солнечных панелей на батарее тестера не было для того чтобы для того чтобы решить эту проблему не остаться вообще без всего я старо самуанским способом оттанцевал эту проблему и к вечеру у меня появилась отметка на чарплотере появился сигнал с антенны и заработали батареи я обязательно с вами если у вас будет желание поделюсь всеми своими знаниями которые у меня есть после встреч со многими их называют по-разному бруха колдуны бенефакторы с которыми я встречался в разных странах кроме того я никогда не выйду в море не сделав несколько заговоров я не скажу что я люблю это дело но если мы чему-то не находим объяснение и это не имеет своего названия кроме как магия черная магия белая колдовство или еще что-нибудь это не говорит что этого нет и это не работает это есть это работает и то какие названия или объяснения этому мы придумали это дело каждого из нас я это знаю я этим пользуюсь и я могу этим поделиться с каждым из вас кто этого захочет захочет с ними переговоры для того чтобы или найти какой-то компромисс в любом случае я очень хочу это сделать для того чтобы у вас в карте по каждому порту была адмиралти чарт которую вы сможете использовать ну если не как карту но как план захода которому можно доверять со всеми навигационными опасностями потому искренне благодарен всем кто сделал предзаказ внизу в описании варианты оплаты и где ее можно заказать где на нее можно посмотреть буду вам признателен если желающие также проплатят книгу которую я когда издам тут же разошлю вам по всем адресам еще раз спасибо всем внизу в описании будет как со мной связаться мы подстроимся под все ваши планы если выход надо будет сделать позже мы сделаем позже если выйдем не в конце октября уже в ноябре или в декабре рассчитывайте на то что мы встретим новый год где-нибудь на канарских островах или где-нибудь по дороге я например к этому отношусь очень спокойно спасибо большое еще раз люблю вас и люблю то что я для вас делаю пока